Да я даже ничего разговаривать не буду, я даже ничего разговаривать не буду, но как бы вам сказать, там. Два евроремонта было, да? И во втором евроремонте я смотрел и думал, как мне сделать красотищу в квартире. Сегодня сейчас я, так же как и вы, попадаю на дивные мероприятия под названием Мы устроили многоточечные светильники, да? То есть не одна точка, а, допустим, в одной комнате у меня их 20 на люстре, в другой точке комнате 8, в третьей 12, на кухне 8, а в коридоре практически 20. То есть мы к чему пришли? А, ну там еще туалет и ванная, это отдельная тема, естественно. Да, мы, естественно, экономим, потому что мы ставим светодиодные лампочки. В принципе, при полном освещении мы экономим электричество в разы, естественно. Но возникает другой вопрос. Это уже мы все такие, кто рано или поздно решился на евроремонт. Мы попадаем на что? Ну, мы попадаем на эти лампочки. Так вопрос, если мы работаем с электросилой, попадаем ли на эти лампочки мы, как таковые? Итак, попадаем ли мы на светодиодные светильники? Ну, давайте все-таки обратимся к вот этой витрине. Это все светодиодные элементы, естественно. Светодиодные элементы, чем они хороши? Тем, что они не нагреваются. Вы можете их в любом состоянии открутить. Это несложно, поверите мне. Там даже вы не сможете обжечься вообще никаким образом. Тем более, светодиодные светильники какие не бывают. Ну, я решил самые крутые, самые навороченные, вот такие на R80. Так вот, я реально попадаю где-то примерно на 195 рублей на одну лампочку. Это я себе такие большие светильники купил. А если светильники у вас маленькие и небольшие, и в большом количестве разбросаны, то вон такие деньги не попадают. Нет-нет-нет, вы попадаете на сумму в пределах от 70 рублей, да, и чуть-чуть выше. И, в принципе, есть другой вариант светильников. То есть, у меня что получилось? У меня получились длинные потолки, ну, знаете, Доленинский район, там потолки такие прилеточные, красивые, естественно. То есть, можно было поставить все красиво и ровно. В принципе, если у вас не такие большие потолки, то есть, ну, будем говорить, хрущевки, ну, и некоторое количество брежневок, то есть, там потолки немножко пониже. Кстати, мне иногда нравятся низкие потолки, потому что я люблю такое удовольствие в квартире. Ну, это лично мое мнение. Вот и все. И тогда, в принципе, вы можете поставить не только большие лампочки, можно и вообще другие лампочки поставить. Можно просто отдельные светильники поставить. И отдельные светильники вам тоже обойдутся в пределах 80 рублей. Сами лампочки. Сами лампочки. Давайте обратимся и поймем, что такое светильники, какие они здесь присутствуют. К слову о том, что, возможно, я поменяю небольшое количество светильников на новый вариант. Ну, и естественные варианты, да? То бишь, я понял, о чем идет речь и решил немножко вернуться на круги свои, да? То есть, в принципе, это очень красиво, когда все замечательно. Но давайте все-таки определимся, так ли это необходимо для вас, чтобы все это дело светилось. Ну, допустим, я постарался сделать так, что у меня в комнатах полусубрак, потому что я взял к себе замечательные жалюзи, в которых я убедился и видел эти жалюзи. И эти жалюзи очень красивые, замечательные. Они у нас где находятся? Они у нас в Турции. То есть там целиком все это дело закрывается, вы даже днем можете спокойненько поспать. То бишь, я решил все это дело вернуть на круги своя и поставил замечательные торшеры. Везде торшеры стоят. То есть можно сверху посмотреть, а можно торшеры. Кстати, интересная штука, да? То есть или верхний, или просто торшеры поставите. Ну, торшеров здесь нету, найти еще нужно будет. Ну, так вот, эти торшеры тоже стоят. И тем самым торшеры, они, в принципе, вам еще экономят все подряд. Но возникает вопрос. То есть есть, допустим, торшер, который вам бы необходимо было немножко чуть больше подсветиться. Да, вот. Как правило, торшеры, эта штука закрытая снаружи. Но когда мы берем во внимание светодиодные лампочки, вот эти большие, естественно, да, во-первых, они так не греются, они не греются, как лампочки накаливания. Вот те хорошо греются по самой икре и помидору. Эти так сильно не греются, и максимальная температура нагревая, это максимум, может быть, 60 градусов, вот это еще топ. То есть вы, в принципе, можете в торшеры поставить, чтобы лампочки большие. И тогда ваш маленький торшер будет вам конкретно и красиво освещать. И эти лампы въездят в большом количестве, естественно. То бишь, они немножко дороже стоят, но это промышленные лампы, и срок эксплуатации у них, естественно, выше. То есть поставили, ну и на большее количество времени вы забыли о том, что рано или поздно, когда-нибудь вам все равно придется вернуться в электросилу, потому что это жизнь. Вы думаете, что машина не ломается? Все ломается. Все-все-все ломается. И так же, как и ломается зуб, который меня вчера выдрали. Мы должны понимать о том, что, в принципе, как бы электросила не только беседует, и не только показывает вам удовольствие, которое вы можете здесь купить. И, в принципе, она вам предоставляет также остальные светильнички, которые вы можете себе поставить. И мне, в принципе, что бы хотелось, естественно. Рано или поздно. А что в этом деле сложного, если я просто поменяю свои светильники на вот такие красивые, понимаете? Тут их много разных. Просто надо понимать, что даже... Кстати, к слову о том, что могут быть светильники и точечные, но подлиннее. Это как раз для меня. К слову о том, что рано или поздно я приду и поменяю свои светильники. Вот на такие. Ух, какие они красивые, симпатичные. Представляете, потолок будет у меня... Он а так в двух, а так будет в трех, потому что еще есть светильнички. Вот такие я себе потом уже... Не торопясь, куплю, естественно. Потому что вы должны понимать, что если мы что-то переделываем, то электросила, в принципе, работает для вас, и вам это дело представится. Посмотрите, сколько, сколько, сколько разных. Пожалуйста, делайте. И посадочные места-то не сильно крутые, и большие. То есть мы, в принципе, поменяем лампочки, и, во-первых, поменяя в лампочке, я получаю больше удовольствия в замене, естественно. Ну, бывают такие вещи. К слову о том, что давайте все-таки обратимся к вниманию и к тому, к чему занимается электросила. то есть помните, помните, да, эти вот такие вот лампочки, типа свечей. А вы думаете, что сегодня сейчас-то не делается? Пожалуйста, никаких проблем. Вот берете обыкновенные светильнички, светодиодные. Они такие же светодиодные, но они светят, как свечки. То есть это же жизнь другая, жизнь другая. и в данном случае вот теперь все, все просто, чтобы вы успокоились и пришли и знали, куда вы можете прийти за уникальными вещами. Естественно, в электросилу, потому что такие лампочки, как свечечки, они стоят 150 рублей. А тема-то интересная. Помните, да, из той же оперы? Ну, мы переехали куда? Мы приехали на вокзальную 5. На вокзальную 5 мы там сейчас тоже покажем, как в принципе... Вот давайте все-таки обратимся к тому, что вы можете в принципе одним, одной лампочкой освещать свое миражение. И вот давайте мы приехали на вокзальную 5 для того, чтобы вам показать, что в принципе ваша квартира может и не освещаться большим количеством светильников. Такие вещи тоже бывают. Ну, не все хотят это переделывать. Некоторые хотят просто поставить одну лампочку. Но давайте все-таки определимся, как лампочка может светить. Она может просто светить, а может быть очень красивой и ровной. Вот, к примеру, взять такие штуки, как фарлайт. То есть ее можно развернуть вот так вот, и получается небольшой такой светильник вниз. Хотите открывать, это можно, в принципе, воткнуть вот прямо сюда, и все, и целиком ваше мероприятие, все освещено. Но, если что, можно и немножко сделать мизерное освещение. это своими руками может сделать, она будет сходить прямо вниз, нагревается она не таким большим образом. Все остальное, пожалуйста, то же самое здесь. В принципе, когда мы говорим про световые модификации, то никаких проблем не возникает. Свет может быть разным, он может быть зеленым, он может быть красным, может быть желтым. Никаких проблем. Лампочки меняйте, они здесь такие же. При этом, сами вот эти светодиоды, это сейчас будет вообще прикольно, 65 рублей светодиодная лампочка. Это практически один доллар. Еще будет максимально интересно для тех, кто в конце концов сейчас имеет то, что скоро буду иметь я. То есть, сельское хозяйство, естественно, сельское хозяйство. И вы не думаете, что светодиодные лампочки не умеют светить в ультрафи... Естественно, они могут светить и в ультрафиолете. Мало того, светодиодные лампочки некоторые вы даже не увидите. Можете проходить, не проблема. вот здесь просто очень много народу ходит . Народа здесь очень много ходит, потому что все понимают о чем я брал. То есть дешевле чем электросил末ula нет в природе в городе Магнитогорске. Мало того, нет в природе в городе Магнитогорске не только в городе Магнитогорске. Мне так кажется, что в пределах 300 км зоны вокруг города Магнитогорска такая дивной цены ни у кого не существует, потому что ко мне многие Многие люди приезжают из Башкирии, из Сибаи, естественно, не говоря про другие вещи. То есть вот вам идеальный вариант, где все продается для вас, именно для вас, а не для себя. А почему они так думают? Да потому что они работают для вас. Вы должны понимать, что есть люди, которые хотят бабки на вас заработать, а есть люди, которые не хотят бабки на вас заработать. Потому что рано или поздно деньги-то не в любом случае заработают, но они заработают на одном, а заработают на десятерых. Потому что все десять и сами расскажут, и всем объяснят, что где можно спокойненько взять все, что вам нужно для дома. Мало того, если мы будем смотреть честно, то что про электричество это моя отдельная тема, это есть. Но я просто раньше и не знал, что эта контора существует. Потому что у меня все было сделано в определенном цвете. А сегодня, сейчас вот, смотрите, различные цвета. Можно золото, можно дерево, разное дерево есть. Можно серебро, пожалуйста, бронза, пожалуйста. А что еще нужно? Что еще нужно? В принципе, я задаю себе дивный вопрос. Леш, давай все-таки включи свои мозги. Давай так, просто приди сюда, аккуратненько выбери. Целиком, мне это несложно. В одной комнате я поменяю, один цвет будет, во второй сделаю. Другой цвет, третий цвет, четвертый, четвертый цвет. Потому что даже если я себе буду что-то здесь покупать, я пойму, что это небольших-то денег стоит. Еще раз говорю, это работа именно для вас. Вы приходите, вы получаете удовольствие. Получаете удовольствие, приводите своих друзей. И в итоге все получают удовольствие. Вы от изумительной цены, а хозяева от большого количества клиентов. И вот вам дивное правило. Где мы находимся? Мы находимся на вокзальной 5. Что мы вам показываем? Мы вам показываем электросилу. А чтобы вы поняли о количестве складов, вот то, что за моей спиной, отсюда вот до сюда. И вот туда. Там нету ничего. Там нету ничего. Раньше там было что-то. Сегодня и сейчас электросила вам показывает, что вот эти склады, это все для вас. И поэтому цены изумительные. Они просто красивые. Если вы мне не верите, если вы мне не верите, ну, пройдите по городу Магнитогорск, потом зайдите сюда и поймете, о чем идет речь.